Уже совсем скоро Давид Гацеридзе не будет экономить газ в баллонах и пользоваться электрическим чайником. Строительство газопровода на улице Джапаридзе завершено почти на 100%. Без газа мы всегда. У нас никогда не было газа. И сейчас мы работаем над этим. Газ проводят, уже получается, заканчивается этот процесс газификации. Местный газопровод под давлением. И как только будет готова последняя исполнительная документация, газ подведут в дома. Достроена уже труба, достроена газораспределительная станция, которая осталась нам в принципе технический момент, это ввести все это в эксплуатацию. Для того, чтобы люди смогли, каждый двор смог подключиться. И для того, чтобы не терять время, потому что зима у нас близко, хотелось бы, чтобы зимой уже люди все отапливались как положено, газом, раз он уже подается. Мы сейчас проводим консультационную работу, для того, чтобы люди подготовили все документы. Согласно распоряжению первого заместителя главы Сочи Мугдина Чермита, в каждом внутригородском округе должна быть проведена работа с населением, где специалисты департамента строительства и Сочи горгаза дадут соответствующие разъяснения. Плюс ко всему, у города есть договоренность, согласно которой оформление необходимой документации должно проходить в оперативном режиме. Технические условия выдаются бесплатно. Проекты и сама организация работы по подключению, благодаря усилиям Сочи горгаза, сведена, скажем так, к самому минимуму. Надо до наступления холодов, до наступления топительного сезона воспользоваться подготовленными государством газопроводами. Согласно плану, у жителей, которые хотят провести природный газ в свои дома уже в этот отопительный сезон, на сбор и оформление документации есть чуть больше месяца. Елена Авсицына, телекомпания ФКТ